Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня, как обещал по вашим многочисленным просьбам, поговорим о гипоидной липодистрофии. Но большинству из нас это явление известно как целлюлит. Такое красивое, но в то же время пугающее большинство девушек на нашей планете и вызывающее отвращение у большинства нормальных мужчин. Но не пугайтесь, все поправимо и зависит, естественно, только от вашего желания и от вашего упорства. От вашего упорства в первую очередь. Не забывайте, что регулярность, постоянство – залог успеха. Ведь если у вас появилась апельсиновая корка, это говорит уже о том, что очень много вы делали неправильно. Ваш образ жизни целиком и полностью привел к тому, что у вас появился целлюлит. Целлюлит. Я не буду грузить в вас массой информации, которую вы и так можете сейчас найти в интернете. Что нужно знать, чтобы понимать, как грамотно строить процесс избавления от этой напасти? Это структурное изменение в подкожно-жировом слое, которое ведет к нарушению микроциркуляции и лимфатического оттока. Можно охарактеризовать это как застойные явления в жировой ткани, приводящие к ее дисформации. Соединительная ткань гиподермы является местом синтеза жиров. Трансформация жиров и их введение в систему кровообращения происходит благодаря жировым клеткам, которые называются, как все мы знаем, адипоциты. Для нормальной кожи характерно наличие большого количества адипоцитов, маленького размера, группирующихся в жировых дольках, окруженных коллагеновыми тканями. Жировые дольки связаны с кровеносной системой, через которую липиды поступают в кровь и питают ткани организма. Адипоциты трансформируют жиры из сахара, который мы с вами едим, в калории и удовлетворяют тем самым естественные нужды организма. Отмен веществ, энергетический баланс тела и прочее. Адипоциты вырабатывают эндорфин, который, достигая головного мозга, приносит нам с вами чувство полного удовлетворения. Со временем возникает зависимость. Организм нуждается в большей выработке лептина. Стимулируется образование новых жировых клеток, адипоцитов, и увеличение старых, которые, в свою очередь, нуждаются в дополнительном питании. Следовательно, повышается аппетит. В результате адипоциты перестают исправно выполнять свои функции, работая на центр насыщения. Это незамедлительно ведет к скоплению жиров, ослаблению капилляров и возникновению отеков. На этой стадии нарушается нормальная циркуляция крови и лимфы, скопление междуклеточных липидов. На фоне недостаточного питания локальных тканей. Кожа принимает отечный вид. Это первый симптом целлюлита. На самом деле, причин целлюлита очень и очень много. От неправильного питания, потребления алкоголя и табака, бесконтрольного применения медикаментов, до стрессов, гормональных сбоев и других причин. Но, в первую очередь, мы с вами будем рассматривать, конечно же, причины переедания, в принципе, неправильного подхода к питанию и тренинга. А также образа жизни в целом. Именно, если вы настроились на то, чтобы изменить себя, кардинально улучшить свою фигуру, а улучшится и ваше внутреннее ощущение, и, естественно, это все выльется во внешний мир, вы будете чувствовать себя гораздо позитивнее. С чего нужно начать? Давайте начнем с того, что посмотрим, как вы питаетесь. Кстати, недавно видео вышло у меня на канале о том, как грамотно питаться. Обязательно пересмотрите его и почитайте мои статьи о похудении и правильном питании на моем сайте hmgym.ru. Это очень и очень важно. Ибо мы начнем, и это правильно, с питания. Повторюсь, питание это тот фактор, с помощью которого без тренировок даже можно изменить себя. И нужно изменять себя. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что исключаем из нашего питания молочку. Целиком и полностью. Неважно, усваивается у вас лактоза или нет. Исключаем молочку. Это первый шаг. Второе. Пьем минимум 2 литра воды. Исключаем чай и кофе. Пьем только воду. Естественно, на период того, как мы будем избавляться с вами от целлюлита, исключаем соки. Свежевыжатые или в пакетах. Неважно. Единственное время, когда можно позволить себе сок, и это даже будет полезно, сразу же по окончанию силовой тренировки. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, запомнили. Исключаем молочку. Желательно, исключаем напитки такие, как чай, кофе. И пьем воду. Уже только эти первые шаги начнут производить изменения в вашем организме. Почему необходимо, и я об этом постоянно повторяю, пить чистую воду? Потому что все процессы в нашем организме протекают, происходят только при наличии достаточного количества жидкости в нашем организме. Именно воды. Ни чай, ни кофе, ни супы, ни борщи не считаются. Кстати, на этот период, когда мы с вами будем бороться и избавляться от целлюлита, я также рекомендую исключить бульоны, любые борщи, супы, где вы используете навар от мяса или от кости. Также не нужно есть холодец. Только если вы сами не вырастили это животное, из которого будете делать холодец или бульон. Только в том случае, если вы уверены, что корма, которыми вы вскармливали это животное, тоже являются натуральными. Но кто из нас сейчас может похвастаться таким? Никто. Даже фермеры не знают порой, где и что, и у кого они покупают, чтобы кормить своих животных. Но это тема для отдельного видео. И, кстати, это основная причина, современная причина болей в суставах. Обращайте на это тоже особое внимание. Что касается питания еще. Очень важно нам питаться каждые три часа. И, естественно, я даже не говорю об этом, исключаем, если вы еще не исключили из своего рациона, любой фастфуд, любые консервы и копчености. Никогда не пьем сладкую газировку. Но это простые правила питания. Что же важно еще? Еще по возможности я бы хотел, чтобы вы не ели за два часа до сна. Полтора. Но два часа лучше. Я уже говорил об этом, и не только я, много раз. Что все то, что мы съедаем, и не важно, белок это будет, углеводы или жиры, перед сном, будет вредить нам по той простой причине, что все наши процессы, особенно жиросжигание, но и масса набора тоже, протекают после засыпания ночью, когда в кровь выбрасывается гормон роста. А что происходит, если мы едим перед сном? Совершенно верно, гормон роста не выбрасывается. Следующее правило и следующий совет для тех, кто хочет избавляться от целлюлита и от жира, в принципе, нужно много спать на голодный желудок. И даже если вы будете спать днем, хотя бы 15, 20, 30 минут, но не больше, вы также будете получать пользу. Да, когда мы спим, мы худеем. При соблюдении условий, которые я описал выше. Обратите на это особое внимание. Полноценный сон. Кстати, если вы кушаете на ночь, даже если вы в течение дня едите очень мало, и даже если вы не добираете калорий, и в первую очередь поэтому, но кушаете перед сном, мало-плохо спите, стрессуете на работе, то ничего вам не поможет избавиться от целлюлита и, в принципе, от жировых отложений. Вы будете продолжать накапливать их. Обращайте на это особое внимание. Как мы видим, сон очень важен не только для того, чтобы мы могли функционировать в течение дня, для центральной нашей нервной системы, для восстановления в целом, но и для похудения, жиросжигания. Особенно грамотно составленный план отдыха. А я вам уже рассказал выше, как он должен организовываться. Итак, что еще поможет нам выбрасывать побольше гормона роста? Это добавка аргинин. Желательно без красителей, без вкусовых добавок. В чистом виде, в порошке. Принимать ее нужно за 30-40 минут на пустой желудок, до тренировки и до сна. Сна также будет полезна до вашего завтрака, как вы проснулись на пустой желудок. То есть, добавка аргинин принимается на пустой желудок за 30-40 минут. И вы можете принимать аргинин также за час до сна. Это тоже поможет вам выбрасывать как можно больше гормона роста. А гормон роста это то, что пережигает наш жир. Мы не пережигаем жиры во время тренировки или когда голодаем. А следующее правило никаких голодовок. Если вы голодаете, то целлюлит не будет уходить. И возможно даже будет накапливаться. Очень важно, чтобы организм не испытывал этого стресса. Чтобы он не переживал о том, что будет ли следующий прием пищи. Когда он будет, каким он будет. Именно поэтому рекомендуется питаться как можно чаще. Я живу и тренируюсь в Америке. У меня свои залы. В них тренируется очень много профессиональных и просто любителей. Спортсменов, которые выступают на соревнованиях. И даже для меня было открытием, что чем ближе соревнования, тем чаще приемы пищи. Джанет, которую вы все любите и видите иногда на моем канале, питается до 10 раз перед соревнованиями. Хотя вы конечно видели, какие бешеные у нее тренировки. И я никому не рекомендую так тренироваться. Потому что вы посадите свое сердце. Но тем не менее, правила питания должны быть грамотными у всех у нас. Частое питание. Углеводы медленные желательно принимать перед тренировкой за 2 часа. Почему? А чтобы у нас были силы на саму тренировку. На силовую тренировку. И вот еще очень важный момент, о котором я говорю постоянно. И может быть кто-то слышит его часто. Но друзья, не критикуйте меня. Потому что некоторые люди смотрят только какие-то индивидуальные видео. И возможно могут пропустить эту информацию. Инсулин. Да, снова поговорим о инсулине. Инсулин это самый мощный анаболический гормон в нашем организме. Но помимо этого, от инсулина зависит, куда идут питательные вещества в нашем теле. В жировые клетки. Либо в мышечные. Так вот, если соблюдать все те правила, которые я описал выше. И принимать быстрые углеводы сразу после тренинга. Сразу после силового тренинга. Даже не после заминки. А вот закончили последний подход, последнее повторение, последнее упражнение. И сразу же съели банан и выпили протеиновый коктейль. Это будет идеально. И как показывает пример многих моих учеников. И Тани, которая скоро выступит на соревнованиях. Остается почти месяц до ее турнира. Мы видим, как она меняется. И при этом ест банан. Правда, мы сейчас уменьшили. Это не целый банан, а пол банана. Но, тем не менее, правило остается правилом. И мы его придерживаемся. И жир плавится. При этом мы не делаем классическое кардио. Об этом поговорим чуть-чуть позже. Итак, друзья. Как должно выглядеть ваше утро? Вы просыпаетесь. Выпиваете стакан-два воды. Можно порезать дольку лимона и выжать сок лимона в стакан воды. Это не повредит вашему организму никак. Никак не повлияет на кислотность. Не переживайте. Если переживаете, делайте это не часто. К примеру, день делаете, день не делаете. Либо день делаете, два не делаете. Как вам будет удобно. Чтобы вы не переживали. Потому что переживание и стресс это тоже крайне негативная, в принципе, вещь. И от нее нужно избавляться. А у вас иногда будут срывы. К примеру, вы пойдете в гости, где-то не удержитесь, съедите что-то нехорошее. К примеру, кусочек торта. Ну, не дай бог. И вот, если вы будете переживать. Очень интересный эксперимент. Я уже, по-моему, рассказывал несколько раз. Но расскажу здесь еще о нем. Провели диетологи совместно с психологами. Известно, что сколько бы вы не переели за раз, мы не можем набрать больше 150 грамм жира на свое тело. Так вот, это физиология. Но провели такой эксперимент. Люди, которые сильно переживали, страдали от того, что они переели или съели какое-то неправильное, запрещенное блюдо. Набирали ровно в два раза больше. С точки зрения физиологии объяснить это невозможно. Но вы должны обратить на это особое внимание, что стресс и сильнейшие переживания по поводу того, что вы сделали, еще сильнее навредят вам. Поэтому, сделал, не переживай. Либо не делай. Если вы знаете за собой такую слабость, что вы мнительный, сильно переживающий человек, а у меня друзей таких очень много, то контролируйте себя более жестко. Ни в коем случае нельзя допускать стресса и переживания. Понятно почему. Итак, выпили вы после пробуждения стакан два воды. И нормальный человек, здоровый человек, должен почувствовать позывы в туалет. Особенно после ночного сна. Сходите в туалет, сделайте все, что вам нужно. Умойтесь, почистите язык, прополоскайте рот. И возвращаемся в комнату, делаем вакуум, делаем лодочку и делаем планку. А также желательно делать мою гимнастику для профилактики межпозвоночных грыж и протрузий. Если у вас есть, обязательно. Если у вас нет, тоже обязательно, чтобы не появились проблемы с поясницей. Мышцы кора, в которые входят и абдоминальный пресс наш, и мышцы поясницы, обязательно необходимо тренировать. Обязательно. И для чего это все делается, вы поймете постепенно, когда будете сами тренироваться. Потому что мышцы нашего кора, это стержень всего организма. Без этого вы не сможете ненормально приседать, не держать хорошую осанку, не делать грамотно становые тяги, не делать подъемы на бицепс грамотно. Ничего грамотно не получится делать. А самое главное, очень тяжело будет сохранить здоровье. Следующий шаг, который нужно сделать, после того, как мы все это сделали, естественно, поесть. Желательно не кушать быстрые углеводы. А точнее, не кушать блюда, которые способны быстро повысить инсулин. В первый прием пищи этого не нужно. Если у вас не очень много лишнего веса, вы можете съесть медленные углеводы. Но желательно все-таки оставить это на второй прием пищи. Что будет в идеале на завтрак? Это, конечно же, яйца, желательно вареные. Кстати, замечено, что тот, кто ест яйца на завтрак, не переедает в течение дня. Это тоже не я придумал. Вы можете погуглить. Много исследований было проведено по этому поводу. Это тоже вам очень сильно поможет. Особенно тем, кто любит переедать. Итак, с завтраком разобрались. Яйца в идеале. Можно немножечко добавить овсянки, либо гречки. Но ни в коем случае не белый рис. Белый рис это быстрый углевод, который выбросит инсулин в кровь. Нам этого не нужно. Следующее, что вам нужно будет знать по питанию. Повторюсь, посмотрите мой ролик о питании. Там полностью все разложено по полочкам. Как, почему и зачем. Здесь я говорю только основные базовые понятия, знания, которые необходимо соблюдать, чтобы избавляться от жира и от целлюлита конкретно. Итак, надеюсь, что с питанием мы более-менее разобрались. Переходим к тренировкам. Возвращаемся к утренним занятиям. Что будет полезно и что крайне необходимо делать по утрам. А нам понадобится всего один теннисный мячик. Это шикарный тренажер. А об этом и о силовых тренировках, о кардио тренировках, о всех нюансах в тренировочном процессе смотрите во второй части. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...